теперь поговорим во время этой беседы вообще о воздержании как говорится воздержание воздержанию рознь одно дело смотрите когда ты понимаешь что вот это вот то что ты делаешь воздерживайся от чего-то осознанно воздерживайся это идет тебе на благо для того чтобы ты там чего-то там такого достиг это одно а когда ты просто вот найти в как как запрет какой-то ставится запрет что вот это вот нельзя что вот это там плохо без понятия особо почему это плохо почему я должен воздержаться приводит к тому что у человека эмоционально возникает напряжение который утрамбовывается из-за вот это вот что он сам все это нельзя это нельзя нельзя что потом но как прорвется в виде неконтролируемых каких-то там поступков и действий и приведет к очень плачевным результатам частности это часто наблюдается во время опять-таки питания когда человек там что-то сдерживаются сдерживаются и перестимулируют там какие-то там жизненные принципы и у него у него там возникает неконтролируемый жор сознание отключается и человек это я сам на себе испытал есть 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 до тех пор пока знаете у него есть место в желудке вот как только он наелся уже некуда вложить пищу значит тут включается сознание и опять таки обвинение себя а почему все перегиб это шушь я сделал ой то есть человек не понимая вот этого процесса воздержания он с одной крайности кидается в другую крайность не находя вот именно равновесие и удовлетворение и это практически у всех происходит пока он до них не дойдет вот этот процесс вот некоторые спрашивают а почему сейчас вот особо не голодайте я буду голодать тогда когда это потребуется то есть когда я понял вот этот процесс крайности уравновесил себя что я доволен я лично доволен понимаете в да там человек хочет быть еще там более лучше выглядеть более там быть функциональным но при этом ты понимаешь что для этого надо что-то больше делать а по крайней мере чтобы ты был здоров чтобы тебе нравилось так как ты выглядишь чувствуешь себя и ты тратишь на это определенное время вот без всяких экстримов каких-то там вот это вот есть такой интересный срединный путь ты доволен тебе не надо там не чрезмерно что-то там голодать что-то там доказывая самому себе либо другим что ты вот такой либо там были там питаться сыроедством чтобы потом сказать да там я сыроед или еще что-нибудь или хотя бы себе понимаете то есть удовлетворить какие-то свои амбиции это очень интересный вопрос у каждого человека имеются свои собственные амбиции которые толкают его на то или на другое когда человек как-то вот пройдет взрослеет он мудреет и понимает что ряд каких-то этих амбиций или что что надо доказать он уже доказал самому себе и другим вот он успокаивается и довольствуется тем вот что он там достиг что он есть но опять таки лучше всего конечно приводить свои собственные примеры потому что они лучше всего будет говорить доходят до других людей вот я там мальчишка был мне хотелось стать там сильным ну потому что я был так среднячком в школе я начал заниматься вот увидел что есть такая вещь как атлетизм ухты у нас там паренек занимался хорошо легко кроме у него мульсы и ума идет как мне хотелось таким примерно стать ночь мускулистым так более-менее пропорционально вот потом о тяжелая атлетика да это то что надо стать сильным за счет этого там бумаги тут показать там себя я увлекся этим делом значит выполнил норму мастера спорта а большинство которые со мной были и которые у которых лучшие данные они даже от этого не сделали там остались перворазрядниками все для них так максимум ну там кандидатами стали то есть я как-то себе доказал что вот я могу в этом деле то есть тут уже больше работа там ума а далее там уже что-то кому-то там доказывать там не хочу сказать что я что-то доказывал но мне уже просто было интересно процесс саморазвития самообучению я залез в книги это где-то с 82 года прошлого века с 82 года и практически и сейчас но с 82 года где-то по 87 88 год вот это было знаете это как сказать постоянная работа я ходил с пишущей машинкой причем старая пишущая машинка она она как рюкзак была и вот это печатал 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 и поля брега и шелтона и йогу с вами шивананда и и и и и все что там мне попадала там все это отбирал то есть жадный был до информации сейчас как-то подносится а а зря ну ладно вот то есть все это делал хотел там пойти в общество знания тогда пошел общество знания при вот такая только у меня информация если вот читать лекции там могу они на меня посмотрели а у тебя есть образование там соответствующую медицинскую нет у меня есть образование вот по физической культуре и спорта я выше я вот в тренер преподаватель а вот этого нету короче посидели не вали отсюда ну валей валей я сам книжечку написал вот как мне нравилось самый разрисовал сам ее переплел понимать вот интересовал этот весь процесс вот ситуация начала меняться потихонечку где-то это что-то рассказывал заехал в редакцию местной газеты там что-то им рассказал и они воодушевились и решили сделать встречу вот это как раз где я там стою среди сугробов снега это я вот как раз сбросивший после тяжелой атлетики сколько там килограмм на 30 выгляду стройненьким таким маложалом народ пришел воодушевился я значит вел вот этот клуб то есть что это делать могу потом пошло так книга издание со своими со своими будем говорить нюансами и заморочками прошел его вот ну и за ним уже пошла эпопея с телевидением и там умолить показал что не последний человек как-то знаете можно было там отказаться уйти тяжело или еще ну думаю нет я как-то это побуду тут посмотрю что тут за люди имеются в итоге мне это все я сейчас видите не хочу на эти каналы идти по каким-то там найдется одно там приглашает прокомментировать то прокомментирует это не хочу просто это мне как-то уже опостылила вся эта вещь вот и наконец таки вот я занялся ютубом и как видите я сейчас нахожусь в конце то есть многие люди буквально таки там начал всего лишь два-три года назад они тут уже имеют кучу подписчиков и так сказать на коне я же тут только второй десяток набираю ну что сказать насчет подписчиков здесь конечно вот есть такое понятие совесть вот если будем говорить как советуется какие-то там способы монетизации там еще что-то ещё что-то привлечение какие-то горячие новости подавать и так далее то есть изощрятся в этом одним словом морочить людям голову о да это ж вы знаете о это а это а да это еще лучше а это ооооо а на самом деле это ни фига не работает Ну, человек обычно как-то падкий до всего нового, до информации вот эта Которая оказывается по большому счету бесполезной Вот я так действовать не могу То есть у меня вот какой-то стоит Какой-то стоит блок насчет этого Изложить то, что, как она действует Вот, как я начал там, целебная кулинария, прекрасная передача Я говорю, такой до сих пор нету Но, как телевидению оказалось оно не нужно Так, из-за того, что нету броских названий Это тоже, знаете, все это осталось в прошлом Ну, по крайней мере, у меня мысли такие Что вот этот годик я занимаюсь более-менее усиленно этим всем Тем более видео мне надо сделать так, как положено С этими ключевыми словами, с описанием Которые я выставил Не знаю всего этого Благодарю всех, кто мне подсказал, что, что и как делать Учусь я более-менее быстро Вот, но некоторые вещи я не могу делать По причине того, что, знаете, можно что-то выиграть В сегодняшнем дне, в завтрашнем дне Но проиграть через неделю, через месяц И причем проиграть гораздо крупнее Нежели ты там выиграл чего-то Вот, поэтому самому себе что-то там доказать И вот, когда ты это сделал Доказал самому себе Успокоился, что ты это знаешь Что ты то знаешь Что ты это можешь, в конце концов Вот, тогда Тогда это и в питании Становишься более-менее умеренным И во всех относных вещах Самодостаточным таким Ну вот Что я вам рассказал Проектов у меня много Опять-таки, для себя мне хочется сделать мой травник Я его начал делать Отложил Потом еще там Кое-какие Например, энциклопедия народной медицины По разделам тоже начал Отложил Надо собраться Вот это вот И сделать Вот такие-то дела Большой тормоз Вообще-то Это вот С материальными благами Когда нет Плохо Когда ты что-то такое Более-менее Существенно для тебя приобрел Ты уже становишься Обслугой этих благ Ага За машину Там надо ТО делать Ежедневно Ежегодно Налог платить Вот Это такие существенные суммы Там Ну и еще что-то там такое А возможности уже у тебя не те И вот тут уже Ты начинаешь Думать Что, что и как Либо все это Распродать Либо броситься Зарабатывать Чтобы все это содержать А естественно О других направлениях Своей жизни Уже и подумать Некогда Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok